Всем привет, с вами как всегда Фил и вы смотрите Деблог 151. Что-то я немного приболел, поэтому сразу извиняюсь за свой нестандартный голос. И первое о чем сегодня говорят разработчики, это шкаф для одежды. Его основная фишка в том, что он сможет полностью раздевать и одевать персонажа по нажатию всего лишь одной кнопки. Лично я вижу единственное логическое применение, это переодеваться в разные комплекты одежды. К примеру у вас есть отдельно комплект для рейдов, отдельно для радиационок и отдельно еще для чего-нибудь. Теперь придя домой быстро переодеваемся и идем куда нужно. Порадовало то, что в шкаф можно загрузить не только одежду, но и основные предметы, которые хочется с собой взять. В остальном же я думаю добавление не очень нужное, хотя для обстановки и создания комфорта очень даже подойдет. Второе, баланс вертолета. Теперь, если вы спрятались за укрытие, вертолет будет стрелять по вам напалмом, а не ракетами. Это сделано для того, чтобы вы не могли с помощью него разрушить чужие базы. Напалм кстати теперь урон зданием не наносит. Помимо этого немного изменена механика полета, что даст вертолету чуть больше шансов вытащить вас из-за угла. Третье, уменьшение стоимости турели. Теперь компоненты для нее вы сможете найти на раттаунах и в фиолетовых ящиках на заброшенных машинах. Четвертое, индикаторы торговых автоматов. По сравнению с прошлой неделей добавили серьезные улучшения. Теперь пустые торговые автоматы будут подсвечиваться на карте красным цветом, чтобы вы попусту не тратили на них свое время. Шестое, улучшение декораций. Теперь коврики, стулья и столы требуют прав на строительство, чтобы быть размещены. Плюс к этому для установки понадобится киянка. Седьмое, источник жира. Как вы знаете, иногда его бывает очень тяжело достать и разработчики решили добавить дополнительный жир к форели, поэтому ловите рыбу. Восьмое, колесо удачи и веревочная стена. Пока что эти задумки на уровне концептов, но возможно из них вырастет что-то интересное. Колесо вы сможете разукрасить по своему вкусу и вращать для принятия каких-либо решений. Веревочная стена же позволит лазить по ней, как по лестнице, что довольно прикольно, как по мне. Девятое, оптимизация. Сегодня она касается строительных блоков, таких как стены, окна, дверные проемы, низкие стены и полы. Наиболее поддались оптимизации каменные и металлические уровни, где по словам разработчиков, результат почувствуется сразу. Десятое, постели-шкафчик. Как вы уже могли догадаться, их подгоняют под художественный стиль раз с новыми атрибутами для дома. Одиннадцатое, утечка памяти. На этой неделе в этом вопросе было обнаружено две проблемы. Первая связана с загрузкой рабочей поверхности, а вторая с обновлением материала. Решение пока что не найдено, но работы ведутся. Двенадцатое, производительность. Благодаря улучшению сетки на этой неделе было достигнуто уменьшение нагрузки во время ударов персонажа по любому предмету. Тринадцатое, инструментальный стол. В данный момент над ним проводится работа текстурирования, часть из которой уже закончена, поэтому нам даже предоставили скриншоты. Насчет конкретного функционала информации пока нет. Четырнадцатое, деревянная броня. Как и планировалось на прошлой неделе, ее сделали более плотной, правда на защиту это никак не повлияло, чисто визуальные изменения. Пятнадцатое, анимация игрока. Завершена работа над анимацией игрока с револьвером, гитарой и АК-47. Шестнадцатое, двуствольное ружье. В нем была уменьшена отдача и улучшен прицел. Семнадцатое, треугольные вспышки. Наконец-то пофиксили ошибку, из-за которой во время выстрела на дальних расстояниях вспышка была смещена. Восемнадцатое, улучшение эффекта. Наигравшись в Battlefield 1 и восхитившись данной игрой, разработчики решили улучшить наши игровые эффекты. Девятнадцатое, мировые модели. Так как они уже все добавлены, идут небольшие улучшения, доработки и исправления проблем, для того, чтобы они смотрелись на земле совсем прекрасно. Двадцаттое, звуковые изменения. Основная работа этой недели заключалась в улучшении звука шагов под разную обувь и прочими многочисленными доработками. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем желаю большой удачи. Пока-пока.